Почти на два метра упал уровень воды в Мактаральском районе Туркестанской области. Восстановительные работы продолжают. В них задействовано больше полутора тысяч человек, часть из которых спасатели из Узбекистана. Какая ситуация в регионе на данный момент, расскажет Рауль Габитов. Вода еще полностью не отступила. Однако в Мактаральском районе уже приступили к строительству нового микрорайона. До конца лета на 50 гектарах возведут 500 домов. В них поселятся люди, чьи дома затопило. Власти обещают, что коммунальных проблем жители населенного пункта испытывать не будут. В их распоряжении будет все. От канализации до телефонной связи. Строительство планируется завершить в течение двух-трех месяцев. По нашим подсчетам, в затопленных районах пострадали 845 жилых домов и социальных объектов. Здания, которые подлежат восстановлению, будут отремонтированы. В Мактаральском районе трудятся полицейские, спасатели и военнослужащие. Чтобы спасти село от затопления, они построили временные дамбы протяженностью 22 километра. Всего было потрачено почти 86 тысяч мешков с песком. Задействовано 80 единиц техники. Помогают пострадавшим от наводнения села Мактаральского района и спасатели из Казлардинской области. Приехавшие на подмогу подразделения в сутки откачивают до 9 тысяч кубометров воды. Сейчас работы ведутся в селе Нурлужол. Спасатели помогают жителям вынести из домов ценные вещи и извлечь оставшиеся в воде автомашины. В безопасное место вывозят и домашних животных. Начиная с 6 мая сотрудники экстренных служб откачали около 44 тысяч кубометров воды. Всего в работах задействованы 45 специалистов из оперативно-спасательного отряда и пожарных подразделений приоралия, а также спецтехника. В настоящее время в двух-трех подтопленных населенных пунктах найдено 138 мертвых туш падшего скота. В специальном месте совместно с сотрудниками ветеринарной службы проводятся работы по их захоронению и все необходимые эпидемиологические мероприятия. В эвакуационных пунктах находятся более двух тысяч человек. Продукты и средства гигиены для них поступают со всех уголков страны. Всего за время чрезвычайного происшествия казахстанцы собрали для пострадавших порядка 400 тонн гуманитарной помощи. Рауль Габитов, Ербулат Абишов, Хабар-24, Туркестанская область.